приветствую вас меня зовут никита петров и мы в офисе экологического объединения билона в вильнюсе и сегодня мы говорим с экспертом атомного проекта билоны дмитрий горчаковым дима нам надо изобразить что мы в первый раз друг друга видим зачем нет добрый день чем это атомный подкаст который мы обещали вам делать регулярно в этот раз мы немного задержались но вот исправляемся и делаем то что обещали мы говорим о радиационных и ядерных рисках потому что билона много лет занималась этим и работая в россии мы пришли к тому что организацию признали нежелательной кстати об этом статусе я советую всем кто смотрит это видео публично им не делиться потому что к сожалению вам грозит уголовная или административная ответственность сейчас вот такие времена так что если вы находитесь внутри страны пересылайте это друзьям но аккуратно теперь темы о которых мы будем говорить почему они важны вы знаете что уже почти два года в украине идет война причем война идет используя там на войне используются разные средства разное оружие и война идет между двумя атомными странами странами которые обладают ядерными технологиями так вот в процессе этого конфликта боевые действия происходят вблизи таких объектов и мы знаем из истории человечества что происходили разные инциденты в атомной индустрии чернобыль фукусима и все это происходило в те времена когда эти страны не воевали сейчас ситуация абсолютно другая и поэтому мы считаем что это очень важно рассказывать об этих рисках и делать что-то поэтому наш подкаст наш разговор он обращен не только к российской общественности но и к людям принимающим решения в том числе в европе и так мы сегодня будем говорить по мотивам нашего последнего дайджеста который вышел в декабре но многие еще произошли с тех времен события поэтому все это вместе мы сегодня и обсудим это дима я предлагаю начать как раз с украина это самая актуальная тема сейчас на запорожской атомной станции до сих пор находится персонал который подчиняется российским властям и это как мы считаем проблема серьезная проблема это самая большая станция в европе что сейчас там происходит и что там делают магатэ ну да я просто добавлю пару общих фраз о том что действительно мы выпускаем ежемесячно наш атомный дайджест то что делает наша атомная группа билона это наш один из основных продуктов где мы в таком условно оперативном режиме ежемесячным отслеживаем наиболее важные события которые касаются вопросов ядерной безопасности во время этой войны естественно как ты правильно сказал объекты использования атомной энергии есть и у россии и украины и когда россия напала на украину эти объекты в том числе естественно подверглись атаке и крупнейшая атомная станция европы запорожская аэс украинская аэс она до сих пор все эти два года войны практически находится в оккупации росатом как российская атомная госкорпорация активно вовлечена в эти процессы в том числе там оккупации управление этой станции ей передано управление официальным указом путина и они постепенно там все больше и больше внедряют скажем так своих подходов мы это наблюдаем и в течение в наших дайджестах мы это отслеживаем и интер последние события тоже это показывают там уже впервые за последние месяцы в январе там впервые появилось руководство росэнергоатома это энергетический дивизион росатома которым собственно и поручен управление станции до сих пор они там предпочитали не появляться немножко стеснялись этого все-таки это это первый прецедент в истории когда в ходе вооруженного конфликта да и вообще в ходе любого конфликта не только там войны а просто военные другой страны зашли на территории атомного объекта и захватили его и два года удерживают и считают это законным нормальным для себя и считают эту станцию своей абсолютная дикость и вот росэнергоатом в этом активно задействован что там действительно происходит там работает по сути украинский персонал большинство из тех кто там работает это именно те кто работали там до войны всеми правдами и неправдами пряниками и кнутами их все это время пытались загнать в новую управляющую организацию российскую созданную юрлицо которое управляет станцией уговаривали их подписывать договоры вот как русатом отчитывается что большая часть из них подписали договор даже смели гражданство но тем не менее это украинский персонал который там так и остался есть часть командированные персонала из россии но по нашим оценкам и общем по информации которые доступны это все-таки минимальное количество людей и точно это не 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 те профессионалы не те операторы скажем так не тот лицензионный персонал который собственно управляет установками потому что просто так приехать и управлять реактором даже если он в восстановленном состоянии это очень непростая операция это совершенно незаконно если ты просто приедешь будешь управлять нужно учиться нужно получать лицензию аттестовываться у регулирующих органов именно той страны именно той юрисдикции которая управляет скажем и следит за этой ядерной установкой а сейчас это такая серая зона и все это в общем по большому счету ну преступные незаконные так далее вот это все мы наблюдаем но последнее если говорить о событиях последних там месяцев января декабря когда вот мы тоже есть в нашем последнем даджести его можно найти у нас на сайте просто заходите на страницу на публикацию на хат атомный даджест билоны и первый раздел там именно посвящен событиям в украине именно тому что происходит на запорожской аэс ну сейчас зимний период если говорить о технологических рисках то из шести реакторов запорожской аэс один это четвертый энергоблок он находится в режиме так называемого горячего останова они все заглушены они не вырабатывают ядерную энергию то есть там нет реакции деления это гораздо безопаснее там с точки зрения ядерных рисков если не дай бог кто-то там случайно или даже целенаправленно попадет в этот реактор все-таки последствий будет гораздо мини ниже и меньше чем если бы эти реакторы работали на мощности но горячий останов означает что этот реактор все-таки у него работают мощные насосы вырабатывается тепло и это тепло используется для технологических нужд на самой станции все-таки нужен там пар для определенных технологических процессов и для обогрева частично города энергодар соседнего города это зимний период уже вторую зиму так один или два реактора используют на этом станции это не штатная совершенно процедура то есть это режим такой предусмотрен эксплуатации но не в таком длительном режиме естественно в условиях отсутствие персонала отсутствие должных ремонтов и так далее это может и мы видим что это уже приводит к поломке оборудования причем очень сложного дорогостоящего оборудования не исключено что в будущем эти энергоблоки уже будет либо очень сложно и очень дорого восстановить либо даже невозможно такие риски есть мы видим что на площадке там включают некие альтернативные источники мобильные там котельные но почему-то либо их недостаточно либо русатом считает что в общем ему нужно держать какой-то блок в таком более опасном состоянии это возможный элемент какого-то ядерного шантажа то есть мы свидетели некого эксперимента который сейчас происходит над этой станции потому что впервые в истории такое ну такого действительно никогда не было и здесь не готовы я думаю русатом сам не был готов в общем бы эта война началась совершенно неожиданно для многих в том числе в россии в том числе тех кто обладает какой-то властью русатом это инструмент которому поручили решать вопросы вот ядерных объектов в украине то есть они активно там задействованы единственные наблюдатели которые там есть это магатэ да магатэ международное агентство по атомной энергии они присутствуют там с сентября 22 года то есть примерно спустя полгода после начала войны они смогли договориться о том чтобы туда приехать первый раз туда приехал рафаэль в россии глава агентства вместе с двумя заместителями и несколькими инспекторами и они договорились и с российской стороной с украинской стороной о том что инспекторы магатэ будут присутствовать там постоянно вот они меняются примерно раз в месяц в январе была очередная редакция и в январе в очередной раз уже в четвертый раз за время этого конфликта за почти за полтора года присутствия миссии магатэ на объекте туда приехал опять глава магатэ рафаэль гросси он периодически туда приезжают ему показывают чуть больше чем показывают инспекторам когда они там есть очень серьезная проблема с которой мы сталкиваемся отслеживаем это то что инспектора магатэ там присутствует зачем они вообще там то есть договорились что они там будут они будут делать обходы и информировать международная общественность о том что происходит там с точки зрения ядерных рисков естественно все переживают и боятся что что-то случится на этой станции произойдет авария к счастью уже довольно давно там нет непосредственной атаки на саму площадку а такие случаи были когда были арт-обстрелы и попадание прямо на территорию промплощадки повреждались какие-то объекты и так далее этого уже несколько месяцев не наблюдается но тем не менее очень важно иметь какой-то альтернативный задействованным сторонам и россии и украины иметь какую-то альтернативный источник информации о том что там происходит с точки зрения там действия функционирования объектов системы так далее персонала и так далее магатэ пытается эту функцию делать они делают его конечно далеко не идеально и к ним есть претензии и с российской стороны и с украинской стороны и в чем их только не обвиняют и у нас тоже в общем то есть к ним претензии но тем не менее это источник информации который ну незаменим и то что мы от не получаем это основной информационный продукт которому как-то ну более можно доверять более можно его сопоставлять с другими данными и как-то составлять свою картину время древних не пускают на территорию станции либо в какие-то помещения как думаешь почему это происходит ну очевидно потому что им не хотят все показывать потому что очевидно это атомная станция это не просто объект энергетически который вот в таких необычных условиях просто живет и существует нет там есть мы знаем там есть российские военные это объект который точно не будут бомбить не будут подвергать атаки хотя были попытки украины естественно пыталась в ходе этой войны и даже высадки десанта делать и так далее то есть есть там часть конечно войск которые обеспечивают этот вот защиту объекта скажем так от возможной атаки попытки его освободить но есть и военные наверняка которые там присутствуют просто потому что они понимают что этот объект точно не будут намеренно целенаправленно обстреливать и так далее не в некоторой безопасности и с самого начала когда там была миссия моготэ их не пускали просто их и даже даже шафаэля гросси не пустили в такой подземный условно говоря бункер это такое штатное место на атомной станции где персонал в случае какой-то нештатной там аварии так далее будет оттуда управлять это защищенное такое место куда в общем инспекторов моготэ как не пускали так и не пускают там кто-то явно сидит могут ли там какие-то помещения быть заминированы потому что об этом тоже писали прессе мы точно знаем что там заминированные миссия моготэ инспекторы моготэ при обходе наблюдали мины но по периметру скажем так это вокруг такой за периметром самой промплощадки между внешним там двумя периметрами но это не не мины как это часто иногда пишут сми там атомная станция заминирована ее могут взорвать чтобы уничтожить это минирование слово одно и то же минирование но скорее всего это мины которые против там возможного как от захода снаружи вот инспектор моготэ они постоянно находятся на станции то есть не сказать что их не пускают на станцию они живут прямо на ней то есть они приезжают на месяц четыре человека они живут прямо на атомной станции но их не пускают во многие помещения и вот проблема там последнего месяца января декабря и самая интересная такая скажем так громкая разошедшая по западным в том числе сми была информация начала января что их впервые не пустили в энергоблок который находится в холодном останове в герметичный объем в реакторный зал там где собственно реактор до этого их пускали но есть такой представитель росэнергоатома ренат корча человек такой довольно сомнительной репутации который был поставлен со стороны россии быть такой публичной персоной и говорящей головой и комментировать какие-то вещи по поводу этой атомной станции он трижды когда приезжал рафаэль гроси его встречал уводил там все наверно видели кадры этого человека такой с моей прической это же в очках к сожалению вот этот человек говорил в январе что мы не пустили инспекторов могатэ в реакторный объем и герметичный потому что он опечатан и туда нежелательно пускать людей это было довольно смешное и очень удивительное заявление потому что буквально за несколько недель до этого инспекторов могатэ пускали в такой же объем и такой проблемы не было и собственно могатэ говорит что не то что их не пустили это такой в первый случай когда так такая аргументация под таким странным предлогом их туда решили не пускать почему это произошло непонятно с тех пор их туда тоже пустили в общем в такие объемы ну вот такие казусы бывают самое интересное что могатэ собственно эта организация которая призвана в первую очередь не следить там за безопасностью ядерных объектов это уже потом у него появились такие функции первая основная историческая функция могатэ это следить за выполнением договора о нераспространении ядерного оружия то есть контролировать ядерный материал например ядерное топливо на атомной станции это ядерный материал который потенциально может быть использован в каких-то военных целях а реакторный объем вот реакторный зал где собственно реактор и бассейн выдержки вот именно там находится ядерное топливо и когда туда не пускать инспекторов могатэ под какими-то предлогами но это вызывает уже вопросы непосредственного препятствия не действий миссии спектров могатэ мы знаем что эта станция давала около 20 21 процента электроэнергии украине сейчас украина лишилась этого и россии тоже требуется энергия на новых территориях которые она приобрела в ходе этой войны и мы пишем своем дайджесте что русатом стал активно участвовать в этом расскажи пожалуйста да это была новость конца декабря по моему года что правительство россии но внесло некое постановление для регулирования вопроса компенсации дочерней структуре русатома которая занимается который поручено управление распределение электроэнергии на оккупированных территориях то есть лнр днр запорожская херсонская область который россия присоединила там по своей конституции считает своими вот они в том числе дочери вот а роли русатома в этом в войне и в оккупации. Дочерняя структура Росатома отвечает за распределение электроэнергии на этих оккупированных территориях. Как она это делает? Как мы выяснили из этого постановления, электроэнергия распределяется очень дешево, скажем так, ниже рыночных условий, а компенсируется это все вот этой дочерней структуре за счет бюджетных средств из России и за счет того, что просто тарифы для остальных потребителей внутри России будут увеличены. То есть эта ситуация говорит о том, что там порядка 30 миллиардов рублей компенсации будет им, по-моему, только за 23 год. Дальше посмотрим. То есть эта история говорит о том, что вот еще таким образом структуры Росатома вовлечены в эту войну и в управление и какие-то действия на оккупированных территориях. И во-вторых, это еще один пример того, как эта война, не говоря там моральных, этических принципов, но чисто экономически она обходится простым россиянам тем, что они так или иначе косвенно доплачивают через электроэнергию, которая субсидируется на эти территории. Возвращаясь к запорожской станции, как ты считаешь, Рейнель ее будет запустить на полную мощность в ближайшие годы? Или это пока вот такой объект, который будет стоять и не давать энергию? Об этом много заявлений было со стороны российской стороны. И директор станции со стороны России, назначенный Чернячук и тот же Корча, высказывали, что при определенных условиях они говорят, мы можем и запустить. Но это правда. Вопрос в том, как вы эти условия определяете. На наш взгляд, этот объект, чтобы его запустить, во-первых, должна закончиться эта война, должны прекратиться военные действия вокруг этого всего и разрешится этот вопрос юридически, в том числе между сторонами. Этот объект должен вернуться, вообще-то, законному владельцу Украины. Но если говорить о чисто технических вопросах, то нужно, конечно, после завершения войны, деоккупации и так далее провести подробную инспекцию всего оборудования, что с ним случилось, какое обслуживание проводилось, что не проводилось, провести исследования нетипичные и нештатные, потому что оборудование эксплуатировалось нештатным образом. Там были проведены определенные строительные и инженерные дополнения необычного характера. Там просверлены эти скважины, которыми сейчас дополняется вода. Ушло Каховское водохранилище. Вообще-то, это основной технический, одно из основных технических препятствий перед запуском станции. Сейчас все реакторы остановлены. Каховского водохранилища нет, но есть прудохладитель рядом со станцией, из которого, в принципе, можно брать воду, если ее не хватит. В основном, я сейчас беру для охлаждения из специальных скважин, которые пробурили. Сейчас в установленном режиме воды нужно не очень много, но чтобы запускать воды, нужно, конечно, гораздо больше. А когда станцию строили, имели в виду Каховскую ГЭС, которая была рядом? Соответственно, она должна была давать воду для прудовых охладителей? Каховская гидроэлектростанция, она не совсем рядом, она закупоривает, скажем так, это Каховское водохранилище, которого сейчас нет. Она примерно там порядка ста километров ниже по течению. Ну, станция строилась, естественно, с расчетом на то, что она будет подписываться из Каховского водохранилища. Не напрямую, а через прудохладитель. И без него она работать не сможет. Без этой воды оттуда она работать не сможет. Если в будущем будет обсуждаться вопрос, как ее запускать, то нужно будет придумать специальный вариант, как из уже не водохранилища, а из реки, из Днепра, подводить отдельно воду для подпитки этого прудохладителя. Ну и вообще возможно ли это, насколько это стабильная будет ситуация в будущем. Потому что плотина этого прудохладителя тоже не рассчитана на то, что она будет подпираться с одной стороны, а с другой стороны у нее воды не будет. В общем, здесь нужно очень много провести инженерных расчетов, исследований и так далее. И после только этого можно будет говорить, вообще возможно ли ее запускать или нет. Друзья, многое из того, что мы сегодня обсуждаем, об этом мы пишем в нашем атомном дайзерстве и на нашем сайте. И у нас есть отдельная email-рассылка, на которую вы можете подписаться. Заходите на abilon.ru в раздел «Подписаться» либо на сайт ecopravo.org, который все еще доступен в России, в отличие от нашего сайта, который, к сожалению, заблокирован. Подписывайтесь там. Если вы не сможете найти ссылки на нашу рассылку, просто напишите нам на aru.sobako.bilon.org, и мы пришлем вам все необходимые сведения. Я предлагаю перейти тогда к внешним рынкам. Мы видим, что ЕС и США по-прежнему зависят от российских услуг по облегчению урана минимум на 25-30 процентов, о чем мы пишем в дайзерстве. Какие они сейчас предпринимают действия по тому, чтобы обезопасить себя? Да, это отдельный пласт работы, за которым мы следим. То есть мы, конечно, следим за тем, что происходит в Украине и Запорожской АЭС, но в том числе наша атомная группа отслеживает действия России на зарубежных рынках в атомной сфере, как «Росатом» себя ведет, потому что мы знаем, что в ходе этой войны Путин не использует сферы давления на Запад, чтобы добиться своих целей, в том числе экономические, технологические и так далее. Мы видим, что в плане углеводородов Европа с трудом, болезненно, но все-таки отрезает себе эти зависимости, чтобы не быть на таком ключке. Но есть зависимость в атомной сфере. Ты правильно сказал, что и Европа, и Евросоюз, и США, где основной атомный парк мировой, порядка ста реакторов в Европе, Евросоюзе по ста реакторов атомных станций. Столько же примерно в США, это половина всего атомного парка. Примерно на 30%, на треть, до трети, скажем так, они зависимы в различных аспектах ядерно-топливного цикла. Это поставки урана непосредственно, это услуги по конверсии этого урана, по его химической переработке, это услуги по обогащению урана, где доля России и Росатома самая большая среди этих вещей, до 40% доли рынка, которую занимает Росатом, на рынке именно обогащения урана. Вообще этот мировой рынок он формировался в 90-е после распада СССР, потому что СССР не торговал в США в это время или нет? Этот рынок на самом деле сформирован давно и контракты по услугам обогащения урана были еще между Францией и Советским Союзом еще в 70-е годы. Но в США не было такого? В США такого не было, это появилось в 90-е. Но вообще этот рынок, он, конечно, вообще, как и все в атомной сфере, это очень инертная среда, которая не любит очень быстрых изменений. В первую очередь, потому что это очень зарегулированный рынок, это чувствительная сфера ядерных технологий потенциально двойного назначения, поэтому здесь не только рынок здесь решает. В общем, очень много вещей. Но мы видим за эти годы, за эти два года войны, что нет каких-то серьезных прямых санкций со стороны Евросоюза и Европы, которые зависимы от Росатома по сокращению этих вещей. Но мы видим очень много сигналов, которые даны рынку и рыночных изменений и заявлений со стороны компаний. Основных ключевых рынков. Последние новости, допустим, января-декабря, это то, что компания Уренко, это европейская компания, это консорциум предприятий Великобритании, Нидерланды, Германия. Это основной западный производитель и игрок на рынке именно обогащения урана. Их доля меньше, чем у Росатома, но на Западе это крупнейший игрок. И вот они сделали уже минимум два заявления о том, что они будут расширять свои мощности. Еще в середине 2023 года они сказали, что они будут увеличивать на 15% мощности завода в США. Помимо Европы у них есть завод в США. Они будут увеличивать заявление декабря, что они будут на 15% увеличивать мощности завода в Нидерландах. Это их крупнейший завод в Европе. Из-за субсидий, я так понимаю? Нет, там нет никаких субсидий со стороны государства. Это их просто понимание того, куда движется рынок. Что рано или поздно, если сейчас нет санкций, то все равно есть запрос со стороны игроков и участников, со стороны операторов АЭС. Они отказываются постепенно от услуг из России. И они обращаются к Уренко и говорят, вы можете нам поставить через год, через два, через три, когда у нас кончатся контракты с Россией, можем ли мы заказать у вас? Они видят этот спрос со стороны рынка и они реагируют на него. Они вкладывают инвестиции. Когда рынок реагирует, это значит, что они понимают, что эти инвестиции отобьются. Они считают свои деньги. И это говорит о том, что формальных больших санкций со стороны государств, ну серьезных нет. Нет таких, что вот мы запрещаем ВОЗ. Есть новости из США, мы можем чуть позже детальнее обсудить. Но пока на услуги по обогащению Урана нет. Но тем не менее, рынок уже видит, к чему все идет. Поэтому по нашим подсчетам, по тем заявлениям, которые уже сделаны со стороны компании Уренко и со стороны компании Арана, это французская компания тоже, которая занимается много чем, в том числе обогащением Урана. Это второй по величине игрок после Уренко на Западе. Они тоже увеличивают свой завод. По нашим прикидкам, только уже озвученные планы говорят о том, что к 2030 году Европа и США смогут минимум на две трети сократить зависимость от России. То есть они банально инвестируют в свой капитал, который у них накопился, в новые возможности, чтобы предоставить услуги на рынке. То есть это не то же самое, что и с Росатомом, потому что там обратная ситуация. Там очень много государственных денег. Деньги государственные, это Уренко, условно частая компания Арана, и французский атомный бизнес очень похож на российский. Там очень высокая доля российского, не российского государства, в том числе участия. Но это скорее говорит о том, что, как ты правильно говорил, рынок во многом формировался в прошлые периоды. Текущая ситуация во многом формировалась в 90-е, когда после развала Советского Союза у России освободились, там были большие и довольно дешевые мощности и возможности по обогащению урана. Был большой проект, вот этот ВОУ-НОУ по переработке оружейных и ядерных материалов в энергетические. И поэтому в США пошел большой поток, собственно, дешевого обогащенного урана из России. И поэтому в США своя отрасль не очень развивалась, по большому счету она умерла. Но сейчас то, что делает Путин через эту войну, через достижение каких-то своих условно-сиюминутных целей, ради сохранения своей власти и захвата соседней страны, он ломает весь этот рынок. Он меняется не быстро, но мы видим изменения, которые стратегически очень сильно поменяют атомную отрасль. Те изменения, которые сейчас происходят, они одни из самых больших после развала Советского Союза, которые были в прошлом. По изменению ситуации на рынке обогащения, по ситуации на рынке ядерного топлива. Сейчас большинство стран, которые в Европе зависят от поставок именно ядерного топлива, не урана, не обогащения, а ядерного топлива. Это пять стран Евросоюза, где есть реакторы еще советской разработки. Водободяные реакторы ВВР. Это Финляндия, Чехия, Болгария, Венгрия и кто-то еще забыл. Они используют до сих пор российское топливо. И в том числе Украина его использовала. Но Украина пошла по этому пути раньше. Они уже много лет назад начали переходить постепенно на американское топливо, отказываться от российского. Сейчас и эти страны Евросоюза, многие из них тоже заявили об этих планах. Если судить по этим планам, которые заявлены, а могут появиться и другие. И опять же, к 30-му примерно году тоже примерно две трети этого топлива уйдет от Росатома. То есть Росатома теряет постепенно этот рынок. Он его, конечно, заместит поставками в Азию и другие страны, но здесь он его теряет. Это наверняка совсем не то, чего хотел бы Росатом. И это говорит о том, что и Росатому-то самому эта война совершенно не нужна. Никаких плюсов она ему не приносит. Ну как же, постоянно говорят о том, что у нас будут новые партнеры в Индии, в Китае. Но, по-моему, у китайцев свои есть страны. Они у нас были до войны. Все контракты, которые есть с Россией и Китаем, они сформировались до войны. То, что Росатом строит в Китае 4 энергоблока и в Индии 4 энергоблока. Эти все проекты были запущены до войны. В основном, в начале войны не было подписано ни одного нового контракта на строительство какой-то новой атомной станции. И, опять же, по нашим прикидкам, по анализу, это есть тоже в наших дайджестах, можно видеть, что выработка электроэнергии, допустим, в России, в этом году, в 2023 году, который кончился, она впервые за 10 лет снизилась. А договора новые не подписываются, в том числе и за косвенных санкций? Может быть, Росатому не хватает комплектующих для строительства атомных станций? Мы не знаем. Во-первых, не так уж много контрактов на строительство новых атомных станций в мире. Это надо понимать. Это к вопросу глобального рынка. Мы тоже это отслеживаем. Там у нас есть новости, за которыми мы следим. Там, в том числе, на КОПе были определенные заявления. Но не так уж много проектов в мире, и тем более не так много проектов, где есть реальная конкуренция между разными игроками. Ну, в общем, по пальцам одной руки, вот моей можно пересчитать, компании в мире, которые могут строить атомные станции. Росатом одна из них. И они сейчас строят больше всего. Это правда. По нашим прикидкам, за последние 20 лет... То есть, Росатом больше всего строит за рубежом, а Китай больше всего строит у себя внутри. Так вот, за последние 20 лет примерно 70% всех атомных станций, которые были построены новые, это строила либо Россия где-то за рубежом и у себя, либо Китай у себя. Поэтому не так много контрактов, но те, которые есть новые тендеры, есть новые атомные станции, где потенциально может участвовать Росатом, они как-то немножко за время войны взяли паузу. Например, в Казахстане. Очень интересный кейс, за которым надо пристально следить. Там участвует Росатом, один из претендентов. Но там заявились и компании из Китая, из Франции, из Южной Кореи. И в Европу Росатом не пускают давно, и до войны им отказывали строительство станции, и в Чехии, и так далее. Сейчас те проекты, которые планируются к строительству в Евросоюзе, Росатом туда не пускают просто, по вопросам безопасности, по вопросам политики и так далее. Но за рубежом, в других регионах, там Росатом участвует, но пока он нигде не победил. Вот и наблюдаем. Сейчас Россия представляет угрозу Соединенным Штатом Америки, и, соответственно, они постепенно пытаются отказаться от любых услуг, которые они еще предоставлял России. Мы видим новость, что Палата представителей США одобрила законопроект, который запрещает импорт российского урана. Это не значит, что его запретили только что. Нужно еще пройти какое-то количество бюрократических проволочек. Но я так понимаю, что этот процесс был запущен некоторое время назад, и американцы его доведут до конца. Да, это вопрос, который обсуждался с первых дней начала войны, когда все осознали, что, оказывается, мы все так зависимы от России, Европа, Запад. Как будто это было таким сюрпризом, как будто до этого невозможно было об этом догадаться, когда Европа сидела на дешевом российском газе и не подозревала, что в один прекрасный момент это все может обернуться против них. Но когда началась война, начали рубить вот эти более дорогие, более очевидные зависимости типа углеводородов, с атомом было сложнее, но тоже эти вопросы обсуждались. То, что, как ты сказал, в конце декабря действительно Палата представителей США проголосовала, закон еще не принят. То есть еще должен Сенат проголосовать, президент подписать и так далее. Непонятно, сколько это займет, но в итоге они все-таки дошли до этой стадии. Если этот закон будет принят, это будет, наверное, самая серьезная, такая санкционная акция по сокращению зависимости от российских каких-то ядерных поставок. Потому что ничего такого не было. То есть Финляндия только в первые недели войны она сразу отменила проект строительства АЭС Конхи-Киеви, который планировалось, что будет строить Росатом. Но вот это по объему денег, по объему изменения рынка это будет, наверное, самый большой вклад, если США все-таки это примут. Если они примут, как ты действительно сказал, там законопроект предполагает, что до 28-го года еще будут определенные условия, на которых можно будет завозить уран из России, обогащенный уран. Но это все-таки будет четкий шаг, и он уже работает. То есть промышленность уже понимает, к чему это идет, и что они видят, что ты уже на уровне принятия. Они будут искать альтернативу. Кстати, можно ли американцам поставить некачественный уран? Как его качество проверяется при поставке? Это же возможно в рамках гибридной войны, которая ведется сейчас совсем заодно? Нет, это отдельная история, кстати, которая очень болезненна для Росатома. Это вопрос их репутации. Они могут пытаться быть инструментом войны Путина по отношению к США или к Евросоюзу. Но они точно так же, Росатом является инструментом для реализации внешней политики, внешнеполитических проектов в других регионах. Та же Индия, тот же Китай и так далее. Они позиционируют за себя как глобальную корпорацию, атомную, уважаемую, которая делает проекты в срок, в бюджет и так далее. Им важна эта репутация, чтобы побеждать в тендерах, чтобы претендовать на какую-то позицию при переговоре с первыми лицами стран и так далее. И терять эту репутацию им очень не хочется. Мы видим это по их действиям на Запорожской АЭС. Мы видим, что глава Росатома ни разу там не появлялся. Он не хочет попадать в эти санкционные списки. Он не хочет ассоциироваться с историей, которая однозначно понимается как незаконная. Это преступление Запорожской АЭС. Туда ездит Кириенко, который был создателем Росатома, первым его главой. Он сейчас председатель полномоблюдательного совета. Но это политическое лицо. Он работает в Кремле. У него работа такая. Он не может там не появиться. Ему нужно демонстрировать лояльность. А вот то, что условно касается бизнесовых историй, Росатома, вот его первые лица, они туда предпочитают не ездить. Хотя сейчас мы тоже видим, что в январе впервые появились глава Росэнергоатома, то есть концерна управляющего. Но он тоже там полгода назад стал главой этого концерна. Предыдущий туда не ездил. Поэтому у Росатома очень важна вот эта репутация. Когда начинается вся история о том, что вот мы вам газ не будем, мы вам газ отключим, мы вам уран не будем поставлять, они вбрасываются в СМИ, но Росатом всегда их отрицает. Нет, мы такого не говорим. Нет, мы надежный поставщик. И так далее. Они очень-очень болезненно реагируют на такие истории. Мы видим даже по российской прессе, как это делается, что они всегда выступают, бегут скорее опровергать. И они выставляют это так, что мы никогда не будем ничего. Мы надежный поставщик. Если Кремль скажет, ну это политическое решение, мы будем выполнять. Но мы, как компания, на это никогда не пойдем. Украина до войны еще отработавшая ядерное топливо поставляла в Россию. И правильно с этим они строили собственные хранилища. Я так понимаю, недавно они его открыли. И теперь могут это топливо складировать у себя. Да, Украина давно, еще задолго до войны, даже задолго до 2014 года, до аннексии Крыма, они принимали стратегию постепенного ухода от России, понимая серьезную зависимость, и понимая, что они больше ориентируются на Европу. Ну и вообще открытость миру, конкуренция, это для рынка, для бизнесовых историй всегда полезно. Поэтому они переходили на альтернативные поставки и в свежем топливе, американское вместо российского, и половину станции перевели. И в истории с обращением с отходами, с отработавшим вятерным топливом. То есть на Запорожской АЭС, которая сейчас захвачена, с нее топливо в Россию не перевозилось, не вывозилось. Там есть специальное отдельное хранилище, которое сейчас тоже захвачено. Там отработавшее топливо так и хранится, причем по американской технологии. То, что ты говоришь, отработавшее топливо, они построили в Чернобыльской зоне, возле Чернобыльской станции, которая не работает, централизованное хранилище для остальных трех атомных станций Украины. Вот с них должны свозить туда. Но там есть другая не очень приятная история, касающаяся Украины. Это большой масштабный проект. Опять же, американские технологии, там с европейским участием. Это нужно было построить этот комплекс. Но вот новостей о том, что его ввели, за последние годы было несколько. В каком-то смысле мы наблюдаем определенную пиар-компанию. Конечно. Что там компания «Энергоатом», они вводят объект, они работают, они работают успешно. И это, в общем, определенная проблема. Потому что в условиях войны реализация многих это первый случай в истории. То есть мы сейчас наблюдаем не только захват атомной станции, но и то, что Украина действительно страна, в которой есть развитая атомная промышленность, есть крупный такой свой, условно говоря, украинский «Росатом», это «Энергоатом», оператор атомных станций, крупная компания, 50% электроэнергии все они поставляли до войны и сейчас в условиях войны примерно столько же производят. Но в условиях войны это же бьет не только тем, что на вас летят ракеты, вас бомбят, убивают людей, это ужасно, это серьезная гуманитарная катастрофа, экономическая катастрофа, но и социально-юридическая катастрофа. Потому что атомная промышленность в Украине продолжает функционировать, они даже обсуждают проект строительства АЭС, что на наш взгляд кажется довольно странным, мягко выражаясь, и не очень таким безопасным. Но объекты функционируют, ими надо управлять, нужно расширять какие-то, строить новые объекты, вводить мощности. Это все должно делаться вообще-то по закону, по юридическим процедурам, при согласовании с общественностью и так далее. Но в условиях войны у вас понятно, что есть информационная война, у вас есть попытки дискредитации чего-то и так далее. И компании в условиях войны, они либо пользуются этим, в худшем случае, либо просто такова ситуация, что они не очень открыты для общественности. И мы видим, к сожалению, что сейчас внутри Украины масса независимых аналитиков, экспертов, которые видят какие-то просчеты в работе Нагоатома, критикуют его, они сталкиваются не то, что с непониманием, а с активным противодействием. И это очень сложная ситуация, потому что война набьет, первая жертва войны, это правда. И крупные, опасные проекты должны реализовываться в условиях все-таки информационной открытости. А эта история сейчас очень страдает, в том числе в Украине. Я уж не говорю про Россию. В России это было и, условно говоря, в мирное время, а сейчас-то всех тоже выдавили, и НКО, и общественные организации. Независимого контроля нет. В Украине это тоже происходит сейчас в условиях войны. Это очень неприятная история. Напомню зрителям о том, что Билона была частью общественного совета при Росатоме. Мы не работали в рамках Росатома, в рамках структуры, а именно были как общественники и реализовывали различные проекты в сфере ядерно-авиационной безопасности. Но, к сожалению, это сотрудничество было прервано после того, как начались боевые действия в Украине. Возвращаясь к теме санкций. Ты говоришь, что прямых санкций на Росатоме нет, есть косвенные. И мы видим, возможно, последствия этого. Расскажи, пожалуйста, про эту странную историю. История про первую в мире плавучую атомную электростроенцию на Чукотке, где я бывал в 21-м году. Видел ее живьем. Она работает. Она первая в мире. И вот атомная отрасль, она мировая, она, на самом деле, следит за этим объектом. Он технологически для них интересен. Но Росатом тоже любит им гордиться, показывая, что вот видите, сейчас тема малых модульных реакторов особенно очень такая хайповая в мире, особенно в атомной индустрии. И Росатом любит этим гордиться. Мы первые в мире построили, во-первых, плавучую атомную станцию, во-вторых, малую атомную станцию, малые реакторы по 35 мегаватт. А сейчас они активно предлагают такие проекты уже с новыми реакторами, с новыми технологиями. Но это все-таки первый объект, который работает с 2020 года, по-моему, запущен. Но что там сейчас происходит? Сейчас там конец декабря, с осени, прошлый, и сейчас там происходит ремонт, плановая перегрузка топлива, первая в истории. Он работает несколько лет, эти реакторы, как на обычной атомной станции, каждые полтора года перегружается топливо, частично. На малых АЭС она работает дольше, несколько лет, минимум 3 года она проработала и там перегружает топливо. Вот сейчас процесс происходит, вместе с ним они параллельно проводят ремонт оборудования. И вот там выяснилось в ходе этих там ремонтов, подготовительных и тех работ, которые проведены, что там технологические проблемы с парогенераторами. То есть технологически как? Реактор, это по сути, где делится ядерное топливо, выделяется тепло, оно греет воду и в парогенераторах таких устройствах эта вода преобразуется в пар. И вот эти устройства, парогенераторы, они на этой АЭС оказывается, с самого начала работали не самым должным образом. Там были проблемы, они текли и так далее, и она не работала на полную мощность все это время. Но это частично могло объясняться тем, что там не было потребности в таком количестве энергии. Но тем не менее, сейчас мы видим, опять же, по интервью главы Росэнергоатома, того самого Шутикова, который ездил на Запорожскую АЭС, он в конце декабря официальному изданию Росатома, страна Росатом, дал интервью, правда оно потом пропало с их сайта. Очень интересная история, не знаю, с чем связано, но это факт. Он там как раз сказал, что у них были проблемы с этими парогенераторами, они даже из-за этого вынуждены были продлить на несколько лет эксплуатацию Билибинской АЭС. Это не наши домыслы, это его слова, что это вещи связаны. И сейчас они думали, как ремонтировать эти парогенераторы. И вот то, что выяснилось, то, что опять же, в официальных у них изданиях не пишется, но мы эту информацию раскрыли через одно из ремонтных подразделений Росэнергоатома, что они решили использовать, потому что они заказали, производители этого оборудования, это Балтийский завод, где сейчас строятся все атомные ледоколы, которыми Росатом очень гордится. Но это оборудование длительного цикла изготовления, то есть нужно несколько лет, чтобы его построить. Они заказали, но не успели бы к этому ремонту. И они нашли другой вариант. Они взяли парогенераторы, вернее, отдельные части из парогенераторов на старом списанном атомном корабле. В Советском Союзе много построили атомных кораблей, военные, в первую очередь, подводные лодки. Но было и несколько надводных военных кораблей, сейчас до сих пор один только крейсер Петр Великий действует, несколько было списано. Вот самый крупный из них это корабль Урал. Он на Дальнем Востоке эксплуатировался, вернее, он даже особо-то не успел поэксплуатироваться. В 83-м году построили он, мой ровесник, но уже в 2001 году его списали, через сколько там, 14 лет. И с тех пор он стоял на престой, его где-то с 2008 года начали утилизировать. И вот, но Атомфлот, который эксплуатирует атомные корабли, мирные суда, ледоколы, невоенные корабли, они сказали, что нам технологически там похожее оборудование, нам может быть пригодится. Там не очень выработан ресурс, оно может использоваться. Вот они несколько раз до этого, на самом деле, уже использовали для ледоколов. Там тоже похожие реакторы и оборудование. И сейчас для ПАТЭС, для получаса, они тоже решили использовать оборудование, в том числе, с этого корабля. Они говорят, что вот мы заменили на новый, но нюанс в том, что корабль уже там больше 20 лет, как список. И они это делали, потому что не могли купить новое? Потому что да, не успевали изготовить, потому что качество того оборудования, которое они поставили на ПАТЭС, оно оказалось не очень высоким. Быстро сделать новое не успевали, решили использовать это. Вот такая история, которая происходит. Они сейчас будут ремонтировать второй там блок, там два блока, они на одном перегрузили, сейчас на втором то же самое будут делать. То есть, как они говорят, она в полную мощь заработает, ну, года с 25-го. Это их слова. Мы всегда славились своей наукой, экспериментами. Это очередной эксперимент, который ставит наши страны. Это история, которая, может быть, была бы очень интересна с инженерной точки зрения, с точки зрения смекалки. То есть, операции, которые они там делают, они, конечно, в каком-то смысле уникальны. Они делают на месте то, что они планировали делать при отгоне ее в док и так далее. Но это вся смекалка, есть же обратная сторона. А насколько качественно это сделано? Насколько это соответствует вообще каким-то нормативным правилам, базам и так далее? И что вообще происходит? Почему оборудование это делают? Это же новая апотеза, вы же ей гордитесь. Она же действительно, вы ее показываете всем в мире. Но вот так вот делают. И вопрос, а что будет с другими, которые сейчас планируют строить и туда же, в тот же регион Чукотки, строят еще там четыре таких же плавучих АЭС по новой технологии, но строит их тот же Балтийский завод. Так что вопросы остаются. Да, мы будем наблюдать за этой первой плавучей атомной станцией в мире. И если вы хотите тоже это делать, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы выводим сейчас здесь QR-код. И в описании у нас будет ссылка. Также Биллона выпускает журнал «Экология и право». Каждый выпуск посвящен определенной проблеме в сфере охраны окружающей среды. Последний выпуск посвящен Арктике и ее проблемам. Если вы интересуетесь этой темой, обязательно заходите на «Экоправо.орг». Этот сайт еще не заблокирован. И там есть наш журнал. А также в предыдущем выпуске. Дим, давай поговорим о том, что происходит сейчас в сфере принятия атомной энергетики вообще в мире. Был большой тренд антиядерный. Мы помним это 70-е, 60-е, 80-е, естественно, когда произошел Чернобыль. Собственно, Биллона была основана почти по мотивам этих событий. Но сейчас мы видим, что нам необходимо стремиться к углеродной нейтральности. Нам необходим чистый воздух. И есть такое ощущение, что многие политики и общества в Западной Европе начинают менять свое мнение. Некоторым даже атомная энергетика презентуется в качестве зеленым. Мы можем ее называть полностью зеленой, естественно, из-за отходов и других всяких вещей. Но в принципе, если у нас мало времени, как многие говорят, в том числе, как постулирует Биллона, значит, необходимо с этим работать. И мы видим, что на последнем копии была подписана декларация от лица крупнейших экономически развитых стран. Они собираются утраивать атомную энергетику. Расскажи, пожалуйста, об этом. Ну, да, действительно, отношение к атомной энергетике это очень-очень спорный, дискуссионный вопрос и в западном обществе, и в России. В общем, дискуссии по любому вопросу в довольно приглушенном состоянии. А на Западе это очень сложная тема. Но мы видим, да, есть определенный тренд. И вот на КОПе-28, последний, который был в декабре, климатическая конференция ООН, там действительно впервые 22 страны на уровне министерств, на уровне министров, подписали министерскую декларацию о том, что они будут способствовать и стремиться к тому, чтобы утроить мировые атомные мощности, то есть мощности атомной энергетики, к 50-му году. Это 22 страны, из них 5 стран, которые входят в G7, то есть это США, Франция, Канада, Великобритания, Япония. В эти 22 там еще Южная Корея, многие страны из Европы. Это не все страны, где есть атомная энергетика, и часть стран, которые планируют что-то строить. Эти же страны на том же КОПе, тут тренд никуда не меняется, на том же КОПе подписана декларация с гораздо большим участием стран об утроении возобновляемой энергетики, даже не к 50-му, а к 30-му году. То есть тренд как бы не меняется, но про атомную энергетику говорят действительно все больше. Вот такое было заявление на КОПе впервые. Оно с нашей точки зрения тоже важно, мы к нему тоже прислушиваемся, пытаемся анализировать. Тут важно то, что среди этих 22 стран не было России. Ее не позвали, ее не пригласили. И в каком-то смысле это есть развитие немножко другого тренда. Есть такой альянс Саппора-5, его иногда называют. Это тоже пятерка стран. Это одни из самых мощных стран мира. Это Франция, Канада, Япония. Это опять же, да, это 5 стран из G7. То есть там нет только Германии и Италии. Но это та же США, Канада, Великобритания, Франция, Япония. Они еще в прошлом году весной в Саппоро как раз этот альянс создали. То есть они договорились, что они хотели решать как раз вот эту проблему в зависимости западного мира от России и от Росатома. Эти как раз 5 стран не случайно этой проблемой занялись, потому что у них мощная атомная промышленность и энергетика. Есть определенная позиция по этому конфликту. Есть позиция. Они планируют ее развивать и они зависимы от России. И они хотят не просто как бы снижать зависимость от России, но и усиливать как бы себя, чтобы помочь как бы другому миру не быть зависимым от России тоже. То есть такой, в каком-то смысле, это альянс против России, в каком-то смысле, это альянс за усиление там западной промышленности, чтобы она была более самостоятельной, более сильной. И вот это вот заявление на копии, это в каком-то смысле вот продолжение этой истории. То есть они просто расширили свой альянс. Очевидно, что они не позвали присоединиться туда Россию и там же не было Китая. Но на том же копии было и еще ряд мероприятий, связанных с атомной энергетикой. И там же было подписано другое соглашение уже не между министрами, не между политиками, не между правительствами, а между индустрией, между бизнесом. И более там 120 компаний с мира в рамках международной и ядерной ассоциаций, которые объединяют как раз рыночные компании. И Русатом туда входит. И вот там 120 компаний, они подписали примерно то же самое. Что они естественно, естественно, атомный бизнес заинтересован в том, чтобы атомная промышленность росла. И они поддержали все эти цели и об утроении, и о развитии и так далее. И Русатом там тоже есть. То есть из этой истории можно сделать два ввода. Первый, что часть западных стран, особенно политическая, их руководство, они нацелены на то, чтобы снижать зависимость от России, развивать и усиливать свою атомную отрасль, чтобы меньше зависеть от России. Но при этом они не зовут официально Россию и Китай присоединиться к этому, но они разделяют эти цели. Они тоже хотят этого. Пусть под другими лозунгами. И здесь есть риск того, что, как я уже сказал, за последние 20 лет 70% станций построены либо Россией, либо Китаем. и не очень быстро все меняется в атомной отрасли. Тут нужно смотреть объективно. Ни США, ни Франция, ни даже Южная Корея, которая строит быстрее, чем США и Франция, атомные станции, они не смогут резко изменить ситуацию. Такие вещи быстро не меняются. И есть большой риск того, что, разделяя эти общие цели, какие-то проекты в мире, атомные, будут реализовываться путем либо скрытой, либо открытой кооперации между, в том числе, западными странами и компаниями, и Росатомом, и Китаем. Это вещь, за которой надо следить. Потому что, нельзя отказаться от одной зависимости, просто заменив фой на другую. Риск никуда не исчезнет. Мы видим, что постепенно пропаганда усыпляет общественное мнение в России, говоря о том, что санкции никак на нас не влияют, мы нашли атернативных топ-поставщиков, мы будем продавать наши товары в разные страны, в Китае, в Индию и так далее. Но мы видим, что все больше и больше вот этот маховик новых рынков раскручивается, куда Россию не собираются допускать. То есть, через несколько лет мы уже увидим, что Росатому придется где строить атомные станции. Я так понимаю, в России. И вот ты как раз закончил только что статью о выработке атомной энергии в России, о том, что она упала, и ты видишь некий тренд. Я так понимаю, что, возможно, Росатом начнет смотреть снова на внутренний рынок, потому что мы видим, то же самое произошло с газом, например. От газа отказались. Пожалуйста, вдруг увидели, что у нас огромное количество городов, деревень, в которых нет газа до сих пор. И туда начинают проводить газ. Это может быть хорошие новости для некоторых российских потребителей. Но на самом-то деле внутренний рынок он однажды будет исчерпан. И дальше что? Ну и да. Теперь ситуация с атомной энергетикой. Расскажи, пожалуйста. Действительно, есть такая история. Я следил, и да, мы скоро опубликуем эту статью с анализом, казалось бы, внутренней истории. Вот там, 23-й год, выработка электроэнергии в России на атомных станциях снизилась. Это тренд, который, в общем-то, был очевиден, и все, кто смотрит за российской атомной отраслью, это понимали, это можно было ожидать даже в предыдущем году просто в силу обстоятельств немножко сдвинулось. Это просто связано с тем, что атомный парк России стареет. Там строятся новые станции, но есть и старые, которые отпускают. То есть, такая, часть парка очень старая, часть парка очень молодая. И вот, очень старая часть, это реакторы, там, второго поколения, РБМК, чернобыльского типа, на, там, Ленинградской, на Курской АЭС, на Смоленской АЭС. Они постепенно вырабатывают свой ресурс. Вот мы видим за последние годы, что закрываются, уже 4 энергоблока таких закрылось. Это 1000 гигаватт каждый блок, это мощная потеря для Росэнергоатома. Замену они не успевают строить. Построили два новых блока на Ленинградской АЭС взамен двух выведенных. Их ввели примерно, буквально в то же время. Один закрыли, второй закрыли. В общем, можно сказать, отличный менеджмент и так далее. Но на Курской АЭС два блока закрыли, а два еще не построили. Первый из них запустят в лучшем случае, там, к концу этого, в начале следующего года. И вот этот разрыв, он нарастает. И тут, в общем, достаточно просто все аккуратно выписать в табличке, посчитать все цифры. Это вещи, которые быстро не делаются. Атомные станции быстро не строятся. Ты можешь просто посмотреть, что я, собственно, и сделал. Проанализировал планы, которые заявлены, какие будут строиться блоки, какие, на какой они уже стадии, подачи лицензии, получения лицензии и так далее. Сколько времени обычно это занимает и так далее. И видно, что там в ближайшие 10 лет, как минимум до 30-го года, у Росатома будет очень шаткая ситуация в плане выработки электроэнергии. Они будут балансировать на вот этом уровне, который достигнут сейчас. И либо будут ниже, либо чуть-чуть выше. Росатома вообще это госкорпорация. Она очень любит заявлять о своих успехах. И как перед населением понятно рассказывать, какие мы молодцы, но в том числе и перед высшим руководством. Это госкорпорация. Это корпорация, которая работает в интересах государства в первую очередь. Государство и ее учредитель. И когда глава Росатома отчитывается перед Путиным, непосредственным начальником, он рассказывает о том, что мы все планы выполняем. У нас по всем планам превышение. В первую очередь, гособоронзаказ, то есть ядерное оружие. У нас все мы делаем нормально, все отлично, поставьте нам пятерочку. И вот по выработке электроэнергии тоже не каждый раз. У нас новый рекорд, у нас новый рекорд, у нас новый рекорд. И Путин поставил задачу к 40-45 году, очень расплывчато, она нигде так четко не прописана, довести долю атомной энергетики в России до 20%. Сейчас она около 20. Чуть меньше. И мы видим, что там ближайшие 10 лет им хорошо бы, с учетом заявленных планов и возможностей, удержаться на том уровне, который есть сейчас. То есть не будет в ближайшие годы заявлений вот этих о том, что мы очередной рекорд побили. Самое смешное, они в этом году, они так и не опубликовали до сих пор, уже февраль. Сколько же они выработали электроэнергии в этом году? Это цифра, которой невозможно гордиться, поэтому они ее не публикуют. Они говорят, мы перевыполнили свой собственный план. Ну а план был составлен с понижением, естественно. То есть, ну вот, это к вопросу, опять же, взаимодействия с обществом, к вопросу об открытости, к вопросу о том, какие у них главные цели, и перед кем они отчитываются. И в ближайшие годы, что из этого можно сделать выводы для международного, в том числе, рынка? Действительно, планы у Росатома такие на ближайшие годы, что они активно развернутся в Россию, чтобы замещать те мощности, которые выпадают. Им нужно очень много строить, чтобы удержаться на том же уровне и выполнить задачу Путина по доведению, увеличению даже доли атомной энергетики. И они разворачиваются. Это видно. Действительно, в ближайшие годы они начнут строительство нескольких новых энергоблоков, чего не было давно в России. И по моим прикидкам, вот тем планам, которые я посмотрел, к 30-му году, если сейчас почти 90% всех строек, которые ведет Росатом, в мире в целом, на планете, они ведут за рубежом. В России строят только 3 блока, за рубежом 19. То к 30-му году это соотношение будет таким, что они уже больше половины того, что строят, будут строить внутри России. А общее количество того, что они строят, оно уменьшится. Потому что, опять же, мы не видим новых проектов зарубежных энергоблоков и так далее. То есть, вот такой тренд будет. Я предлагаю под конец анонсировать наше мероприятие, которое будет в Осло, 28 февраля, где мы будем обсуждать ядерно-революционные риски в Украине, в России и Росатом во время этой военной кампании. Дима, расскажи коротко, что там будет, о чем вы будете рассказывать, и мы поделимся ссылкой. Да, это будет большое для нашей атомной группы мероприятие, оффлайновое. То есть, мы там будем выступать живьем, но будет трансляция, причем там будет трансляция как на английском, так и на русском языке. Поэтому участники из России, говорящие на русском, вы можете тоже подключаться, регистрироваться. Ссылки, я думаю, мы сделаем в описании к этому видео. Мы расскажем о том, собственно, чем занимается Биллона в вопросах ядерной безопасности, как трансформировался ее атомный проект за время войны и что Биллона делала до войны в России. А 30 лет Биллона работала в России, в том числе по вопросам ядерной и реализационной безопасности, чего удалось добиться и как эти проекты теперь реализуются во время войны. Это тоже мы будем рассказывать, наши эксперты. Но мы в том числе пригласили на это мероприятие и внешних экспертов, из норвежских и научных организаций, регулирующих органов, которые тоже активно участвуют и в помощи Украине в ядерных вопросах и в анализе того, как Россия участвует на зарубежных ядерных рынках и как это влияет на политику стран, их зависимость, их решение, их отношение к этой войне. Поэтому вот такой будет форум и выступление, и дискуссии, возможность задавать вопросы. Поэтому регистрируйтесь, участвуйтесь, приходите, посещайте. Да, друзья, будет очень интересно и будет, естественно, перевод на русский язык. Так что вы можете зарегистрироваться по ссылке в описании к нашему видео и мы вам пришлем ссылку на нашу трансляцию. Я напомню вам, что это был атомный подкаст Билоны, второй эпизод. Мы надеемся, что вам было интересно. Именно для этого мы и делаем наши выпуски. И мы просим вас писать комментарии. Как вы успели заметить, мы отвечаем на них и просматриваем все. Пишите, задавайте вопросы. У вас есть возможность спросить Дмитрия, эксперта атомного проекта Билона, о том, в чем он очень хорошо разбирается. Также вы можете писать негативные комментарии, мы тоже их читаем, но они нам помогают продвигать лучшее видео в YouTube, поэтому мы благодарны всем на самом деле. И ждите нас примерно через месяц, но может быть и раньше, если произойдут какие-то серьезные события, я думаю, что мы можем записать спецвыпуск. И я еще помню, что мы вам обещали выпуск по ядерному наследию. К сожалению, нам до сих пор не удалось его записать, но мы это обязательно сделаем в ближайшее время. Ну, кстати, наш эксперт Александр Никитин будет выступать как раз в ОСЛО, так что регистрируйтесь по ссылке, и вы сможете коротко узнать, что происходит сейчас на северо-западе нашей страны, в России, где сосредоточены бывшие военно-морские базы, на которых хранится большое количество отработавшего ядерного топлива, и в свое время западные страны очень много денег вложили для того, чтобы обезопасить эти территории. Ну, сейчас прекратилось сотрудничество, и ситуация не очень понятная. И вот Александр Константинович расскажет вам об этом на этом мероприятии. Итак, меня по-прежнему зовут Никита Петров, со мной в студии был Витрий Горчаков. Спасибо, смотрите и слушайте нас. До встречи. Да, берегите себя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok